Валерий Иванович, функциональные результаты этой группы пациентов мы тоже представляли в Казани две недели назад. Но получилось так, что сопоставить функциональные результаты открытой лапароскопической резекции у нас статистически достоверно не получилось. И вот онкологическую часть результатов мы оставили на Конгрессе Российского общества онкологов, потому что, как выяснилось, тут можно вполне достоверно посчитать, сравнить лапароскопическая резекция, открытая резекция и даже не резекция вообще, а радиочастотная, например, абляция или криоабляция. Немного статистики опухоли единственной почки. В предыдущем докладе команда из Волгограда уже коснулась немного онкологических, точнее функциональных результатов опухоли единственной почки. Мы немножко представим свои данные, которые составляют около 4% по нашим данным, от 1 до 5 по данным литературы среди всех опухолей почной паренхимы. У тщательно отобранных пациентов мы можем выполнять аблативные технологии, что также использовалось в нашем исследовании, в которое включено 47 пациентов с опухолями единственной почки с 2015 по 2023 год. Цель этой части работы была оценить именно онкологические результаты по данным ретроспективного анализа. Причины отсутствия противоположной почки в большинстве случаев это нефрактомия по поводу злокачественных образований, были и другие поводы, которые встречались гораздо реже. Медианное наблюдение составило 46 месяцев, возраст пациентов примерно 58 лет. Открытая и лапароскопическая резекция были выполнены примерно в одинаковом проценте случаев. Открытые резекции по времени, если смотреть с 2015 года, то они выполнялись немножко раньше. Впоследствии мы практически полностью перешли, независимо от сложности паренлскор, величины образования на лапароскопический доступ. И у трех пациентов была выполнена та самая радиосчатутная аблация. Мультифокальное поражение отмечалось у трех пациентов. Из 47 больных у 87% гистологически позднее был верифицирован почно-клеточный рак. Из всех пациентов у 5% отмечался положительный хирургический край резекции. Напомню, мы говорим о образованиях единственной почки. Результаты. Из 41 пациента с почно-клеточным раком у 17% отмечен рецидив. Чуть чаще он отмечался в виде прогрессирования до отдаленных метастазов. Медиана времени до развития рецидива составила 35 месяцев. Из 41 пациента с почно-клеточным раком 90% живы, 80% без рецидива, местный рецидив у 5%. Все данные по дальнейшему развитию событий у этих больных после резекции единственной почки вы можете увидеть на слайде. Пятилетняя общая выживаемость составила 87%, безрецидивная выживаемость 85%. Это достоверная разница в частоте положительных краев резекции. В группах открытая лапароскопическая резекция не получена. Результаты, в общем-то, сопоставимы. И можно в качестве вывода сделать то, что лапароскопическая резекция или открытая резекция, это по сути усмотрение, остается этот вопрос на усмотрение оперирующей хирургой клиники, где проводится лечение этого пациента. Резекция единственной почки эффективный метод. Лапароскопическая резекция не уступает по онкологической эффективности. И наш анализ, небольшая выборка пациентов, хотя по сути 47 больных – это довольно приличная группа. Единственная почка, нечастая ситуация. И, как мы видим из наших данных и предшествующих докладов, оперировать этих больных нужно и можно без ухудшения результатов, несмотря на то, какой метод вы предпочитаете, открытая лапароскопическая резекция. Онкологические результаты достаточно благоприятны. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Доброе утро, Сергей Александрович. Интересное сообщение. У меня маленький вопрос. У вас большинство пациентов с единственной почкой, они до этого принесли операцию, опять же, по поводу опухоли той почки. Так что это? Это рецидив у этих больных. А тогда как онкологические результаты? Ну, это так. Да, согласно определению, мы классифицировали их и, наверное, как-то проанализируем позднее, синхронные, метахронные. Но рецидив, я не знаю, если есть мнение, что... Я бы не только может уточнил, если позволите, вопрос. Это первично-множественный рак или это метастазы той опухоли в единственную почку? То, что я всегда задаю вопрос. Вы на этот вопрос можете ответить? Нет, это не первично-множественный. Предыдущие обстоятельства... То есть вы расцениваете это как метастазы того опухоли той почки в единственную почку, да? Или все-таки это первично-множественный опухоль, независящая друг от друга? Нет, это точно не первично-множественный опухоль. Это опухоль независящая. Это почно-клеточный рак. Это то же самое заболевание, по поводу которого пациенты эти были уже пролечены с интервалом, ну, там, на скидку, не могу сказать точно, от 6 месяцев до 3-4 лет. Сергей Александрович, тогда Вы напросились сами на второй вопрос. Это в качестве дискуссии. Мы здесь ни в коем случае не ругаемся. Мне просто всегда это интересно. А были ли больные, у которых в той почке был один вид рака, а в этой почке другой вид рака? Таких не было вообще. Ну, могу сказать, что у нас такие пациенты были. У нас даже были такие пациенты, у которых в одной почке при мультилокулярных опухолях были разные морфологические структуры этих опухолей. А вот такие были? Так, чтобы сначала мы пропилили... А вот тогда у меня вопрос, так это первично-множественный рак, или это... Валерий Иванович, я Вас заставляю просто подумать о том, что все-таки, наверное, это первично-множественный рак. Вы не поверите, я уже много думал над этим вопросом, но вот и Вашей, и Всеволодой Борисовичей сообщение, слушая, вот я пока при таком мнении. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Валерий Иванович. Сергей Александрович, спасибо за сообщение, очень хорошее. У нас тоже в год мы оперируем примерно 5 человек опухоли единственной почки, у которых в анамнезе был выполнен аннефрактомий по поводу рака контрлатеральной почки 7, 10, 15 лет назад. Может быть, пришло время расширить показания к резерве цепочки, не элективными их обозвать, а как-то по-другому? Это риторический вопрос, да? Он не требует ответа сейчас с моей стороны микрофон. Да, я думаю, да. Всеволод Борисович, может, Вы свое мнение скажете по поводу первичной множественности и прогрессирования, так скажем, опухоли почки. У пациентов, у которых была выполнена днефрактомия, как вот докладывал Сергей Александрович, изначально с одной стороны по поводу рака почки и сейчас появилась опухоль единственной почки. Вот это все-таки, как на Ваш взгляд, первичная множественность или это прогрессирование опухоли той почки, которая была 6-8 лет назад. Как Вы правильно сказали, это может быть и то, и другое. Лечебные подходы и тактика, она не меняется от этого. Единственное, что может меняться, если мы видим параллельно с появлением узла в единственной почке, еще другие очаги в других органах, такое тоже бывает, тогда скорее проявление метастазирования. Если это изолированный очаг контролторальной почки, это может быть и то, и другое, но поскольку мы знаем, что у 95% больных со светлоклеточным раком почки есть мутация гена ВИЧЛ или аберрация или мутация, но в том или ином виде ген выключен, есть недостаток белка ВИЧЛ, то вполне возможно опухоль может возникнуть и в той же почке, и в контролторальной почке. Этот процесс может быть бесконечным. Спасибо. Но, по крайней мере, лекарственную терапию больным по поводу прогрессирования мы назначать точно не будем, правда? Точно не будем. Кстати, вот это очень важный вопрос вы задали, потому что я очень часто вижу пациентов, которые приходят, причем из серьезных медицинских учреждений, где наши сотрудники, бывшие сотрудники работают, опухоли единственной почки, сложная локализация, и пациенту назначают системную терапию, хотя можно сделать резекцию или открытую, либо роботоасситированную, либо лапароскопическую. Вот что странно. Вот это меня пугает. Спасибо. Спасибо, Сергей Сергеевич.